это прекрасно отдаю себе отчет в том что многое из того что я все не рассказал всем не надо всем не надо и переходить на простой язык просто элементарно рассказать без критики оппонента я тоже не могу по той причине что сказал что не надо делать обрезку но и надо делать есть оздоровлющая обрезка если молажущая обрезка действительно есть обрезка на заготовку черенков тоже есть промышленности может без обрезки потому что иначе будет много мелких плодов их много толку нет а нам в этим датчиком все по барабану мы мелкие сидим и крупные вот из черноченко сидим потому что там нет я даже носить весь черви замечательно поехали так антон привет так брат юрий привет рамалдином на месте улетел на курган на месте так как лучше перевести абрикос на слева николай я боюсь он еще говорить не по теме я не понимаю до конца давайте день там внизу еще раз задайте вопрос чтобы я понял ну что делать не могу я все понимать леонид привет аксен садовом привет здоровья трепенье винограду траве осин костер вопрос к учитель волей кисель как персик посадить теплицу как его нужно укрывать на зиму корни в сухом грунте сверху мороз чуть меньше чем дороже снега нет это в теплице форточки открытыми оставить или закрыть до конца мороза то есть февраля в марте открыть да все от погода зависит он сейчас плюсовая температура у вас по моему но всяком случае вот именно сейчас начинает снег наступать север а так он тепло было до сих пор не надо было указать ничего закрывать и дальше не надо я уже рассказал может быть не сразу подошли до 30 градусов это снаружи 30 градусов вообще палец а палец все открыто у меня персик персику рознь есть персики южные там раньше надо закрывать вот потому что они бывают примерно 20 замерзут то что теплица это и плюс и минус плюс это там действительно теплее на несколько градусов даже при открытых дверях игольские все равно теплее а если еще и закрыть будет еще теплее для южных персиков не моих ним не этих минусинских и не хасанских для других там еще раньше надо закрывать и стараться сберечь вот а я поговорил только про хасанские как самым расстройки в мире из культурных они не боятся ничего если их не резать сам факт что они в этом теплица уже спасает их даже с открытыми портиками и остается что да вы правильно сказали снега нет значит снег надо носить и закидывать он постепенно будет таять и подпитывать как бы на две крайности перебор сгниют и теплица может сгноить я имею ввиду корни будут сильно сырой могут высохнуть влаги то нет где-то со второго третьего года уже они перестали их можно вообще не поливать я проверял двухлетки трехлетки я уже в теплице не поэтому не у нее вообще не поливал не было интереса чего будет ничего подпоченная вода если даже до воды 10 метров вода найдется и в двух-трех метрах вот мой ответ персики а вот уточняйте персики скотчки южный ваша рассослация форме под утросилом зимует ну насчет южных степки ответил все так есть как я сказал александр аномально теплый ноябрь преподнес сюрпризы зацвели ой вио моё зацвели яблони в Уфе и зацвели яблони горожане заметили распустившие деревья на аллее Аксакова также пользователи соцсетей отмечают что на некоторых железных насаждениях в Башкирской столице начали набухать почки между тем по слову специалистов светильнее плодовых деревьев очень может отразиться не лучшим образом если яблони может учить и повторно но и без тех почек соцсетей в ноябре источник Баши информ все правильно спасибо за информацию горькая информация что поделать когда вместо зимы возвращается лето так Сергей Александрович здравствуйте Игорь Савин здравствуйте Михаил Савин привет Лобасов добрый вечер Александр Выборг знаю что лесины не урожай но все же нет для вас заначки нет у меня заначки одно дерево так все у меня не было цели заниматься у себя вот допустим почему не иметь 5-10 тысяч да мне даже для этого места нет такая горькая правда Юлия Мельникова знаете такое Юлия Мельникова это та самая с черенками это есть моя помощница моя племянница милая любимая вот значит она нас ждет когда конец вебинар чтобы лезть спать спокойно потому что с утра она еще меня пыталась лечить так Владимир слушаю про персики снова благодарю судьбу за подарок посадил косточки от базарных персиков осенью 17 год они взошли 7 корней на сегодня раз полтора метра пока не сшили есть надежда как вы считаете еще раз говорю персики выручить легче чем абрикосы сливы и вишни и прочие эти черешни вот почему потому что они меньше всех боятся выпривания это значит что это не гарантия что они не выпривают когда большой снег и он допустим сырой 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 несколько месяцев и так бывает вот поэтому надо немножко хитрить ваши уже полтора метра почему такие маленькие 17 год а чё такие маленькие может вы их сдерживали странно они должны быть уже 3-5 метров так ну раз они базарные у них принято считать 20 градусов это в самых южных 10-20 градусов замерзает самое южное наши отечественные которыми ученые занимались держит мороз 20-28 ну башкирии извините и 40 может быть могут замерзнуть вот ну вы их садили костиками значит они должны гнуться гните накрывайте вот всё что могу сказать здесь огромная картонная коробка ну они такие у вас слабенькие низкоростные вы можете это добывайте картонные коробки из-под этих из-под холодильника накрывать силе тогда точно вас будут дождетесь вырожая так Павел Глазин здравствуйте кто-нибудь после высочек кольческой балькосы в открытии крупной солюбки смульчировал небольшим слоем соснового опата я вчера так сделал порастут весной через слой или нужно весной опату брать это вы нам расскажите, ладно раз уже решили поэкспериментировать, вы потом расскажете про соли или нет у меня грунт песчаный весной возможно не будет времени поливать ну вот там где сосны, там песок вот решился мучировать, так как в этом году было мало всходов из тысячи костиков 34 зашло без полева ой-ой-ой-ой так слабо так, так, так что же вам сказать-то ну давайте так пока мульча вам не мешает так называемый сосновый опад ну а весной можно убрать и убрать я считаю убрать вот, но еще следить надо возможно они порастут и через сосновый опад может быть иногда хвастыть он может спасать от тех же мышей вот, им только дай возможность сожрать даже не задумывается так, загружал куски не больше сантиметра ну это нормально ну понятно, раз один сантиметр надо поливать по-настоящему так, Алексей Кудемкар всем здравствуйте Лобасов Валерик от 70-й осенью зацвел Квинти от Сергея Валерик от 70-й осенью зацвел будет и Квинти весной свистенье повлиять на осеннее светенье на весеннее конечно может повлиять вопрос спящие почки которые должны спать зимой уже не цветутся они первыми просыпаются вы же знаете весна, светенье вот а расставая могут спать если они не замерзнутся это мы не знаем с вами если они за зиму они могли набухнуть вот листикам не давать цветами понятнее цветы хорошо видно они могут набухнуть замерзнуть именно потому что набухли вот поэтому скорее всего нет но будем надеяться что все-таки за это тут уже речи не о свистенье нет чтобы она нормально развивалась не будет урожая слава богу только ростовые почки были целы а вот как приводить абрикос на сливу ну я никаких исключений не делал у меня одни и те же принципы абрикос на сливу так как абрикос на абрикос слива на сливу у них родственники нет никаких особых таких хитростей которые надо при этом знать все как обычно мы другое дело зачем мы приводим на сливу тут я скажу вот а скажу я так абрикос для сухих мест абрикос слива они когда-то видимо были одним общим деревом вот потом с помощью кто-то шел на север кто-то на юг на восток на запад где допустим было какому-то дереву некомфортно короткие корни она засыхала например было слишком сухо длинные корни и вот абрикос на жарком юге где мало дождей приспособился и стал абрикосом а слива лучше получилось там где именно это по дарвину именно там где сыро где ближе к грунтовой воды вот она не хочет лезть туда в грунтовую воду погибнет тогда она идет в бок и дает отводок и вылазит через 1-2 метра вылазит ее продолжение это нельзя даже назвать саженцем это часть слива потом через метр 2 опять вылезет опять это то что все ненавидят а я просто уважаю за это способность давать корневые отводки теперь получается что зачем поливать абрикос на сливы так сливы корни короче она лучше держит сырость и например где нибудь в районе Прибалтики так наверное на сливу легче вырастить раз у нее корни гораздо короче а вспоминаем Питера построили это стало били в голову Питера построили на болоте Питера построили на болоте Питера построили на болоте и действительно во многих местах буквально тут один мой оппонент тут 8 сантиметров до воды учил нас как при этом спасись от этой воды вот показывал много глупостей но лично раз и убедился насколько проблема действительно болезненно для Ленинградской области 8 сантиметров до воды тут все надо тогда хотя бы метр добавить сверху завести землю сделать большой холм уже будет метр 80 тогда уже посадим сливу вот а на нее абрикос вот только в этом смысле нам нужна прививка абрикоса на сливе там где абрикосу не комфортно а слива жить будет а в качестве прямого да ну жизнь конечно абрикоса на сливе короче чем абрикоса на абрикосе намного короче но иначе не попробовать плоды так шепелев здравствуйте у Туторова есть свой канал но мало подписчиков надо поддержать подписывайтесь вот видите вот это вот кстати понятия не имел вот вот видите копировать а мы сейчас с вами пойдем в нем в гости хотите в нем в гости зайдем я настолько уважаю этого трудягу что готов поддерживать 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 Владимир Тотаров Владимир Тотаров Тотаров Владимир Олегов нет это уже нападающий это уже не на вод вот живу в Савеногорске ага вот это значит здесь набираем 28 подписчиков публикации ну конечно надо поддержать вот много лет занимаюсь садоводством немного выращиваю на продажу саженца яблони подробнее давайте яблони груши сливы абрикосы один из лучших садов Сибири понятно это нет вот его фильм смотрите вот ну может быть он не такой большой компьютерщик я сам никакой мне везет что у меня брат сутками сидит за компьютером мне помогает вот а то конечно это что там говорить надо раскручиваться вот такие дела ну что ну что тогда наверное мы на сегодня все закончили и потратили на это 22 минуты ну что нам делать в начале было много людей потом меньше да я понимаю не выдерживают люди просто не выдерживают два часа три часа обычное наше участие а тогда получается что будем надеяться что в записи посмотрят и так остановить трансляцию все друзья я с вами прощаюсь не забывайте черники закончатся я сказал когда раз вот косточки слава богу еще много вот и книги диски вот это и будет ваша поддержка вот не с претентой рукой а с уникальными сортами вот и дальше как говорил этот когда не будет вам счастье до свидания друзья остановить трансляцию